Раст это игра случая. Каждый вайп он по-своему уникален. Выбьешь ли ты калаш с ее окей или выиграешь в каменной битве на пляже, никто не знает. Но основные правила выживания всегда одинаковы. Отличие лишь в том, будешь ли ты победителем в большинстве ситуаций или ливнешь с позором. Продолжительность твоего выживания зависит от многих факторов. Ты никогда не узнаешь заранее, сможешь ли ты построить дом, который запланировал, или проще воткнуть какую-нибудь кипитку. Но сегодня я избавлю тебя от этих мыслей, ведь сегодняшний дом и есть та самая кипитка, которая в будущем превратится в полноценную базу. Я продумал каждый этап строительства, и вы только посмотрите. Это обычная 2 на 2, и как вы знаете, внутри можно разместить огромное количество ящиков. Далее мы строим второй этаж, и мало того, что у нас появляется бункер прям со старта, но и еще у нас появляется начальный отстрел во все стороны. И само собой, каждое это окно будет использовано в будущем. Где-то лутовая, где-то аккумулятор, а где-то не лутаемый локер. Ну а в будущем это все запечатается еще двумя железными стенками. И до шкафа даже будет местами 4 стенки. А еще потом появится третий этаж с пиксельным отстрелом, коптерное, скрытые ящики внутри дома, компаунд, и все это строится из такой малютки. Пошли за мной, я сейчас все покажу. Но признайтесь, вы долго ждали 2 на 2 от меня. Само собой, у этого дома есть внутренняя территория, и на нее всего 4 входа. Каждый вход охраняет такая троллька, которая стоит вдалеке. Саму территорию я постарался сделать максимально аккуратной, но я просто не мог ее оставить без своих фирменных приколов. Например, здесь вы можете не только стрелять вдаль от своего дома, но еще и контролировать первые двери входа на территорию. И само собой, если вы видите деревянные ставни, значит на них можно нацепить гранату и взорвать тех, кто будет вас подсиживать. Прикольная фишка, я не мог ее не добавить. А еще около этого отстрела есть такой деревянный бортик, но об этом я расскажу попозже. Это тоже некая фишка. Всего у этого дома 2 входа внутрь, но один вход является фейковым. Он ведет в тупик. Именно в этом фейковом входе и располагается ваш внешний комбат спавн. Всего поместится здесь 4 кровати. Дом у нас полностью симметричный, а сам компаунд у этой пазы разделен на 2 части. То есть, если рейдеры захотят занять компаунд в этом доме, то у них это просто не получится. Ну или 2 раза надо будет взрывать. В этом доме турели установлены по лимиту 12 штук. 4 из них находятся в компаунде. Если вы, находясь у себя на территории, услышали, что кто-то где-то стреляет, вам не нужно подниматься на отстрел. Ведь вы можете сделать все это прямо отсюда. И само собой, с этой стороны также установлен этот деревянный бортик, о котором я расскажу попозже. И теперь мы уже входим в основной, не фейковый вход в дом. Здесь также спальнички стоят на всякий случай, есть куда скинуться, локер, 2 входа поконтрить можно. А также, конечно, подъем выше. Чтобы было удобно здесь передвигаться, я рекомендую в этом месте ставить гаражки. И далее, прямо отсюда мы идем в центр дома. И пройдя через 3 двери, мы попадаем на этаж, который вначале нам служит первоначальным отстрелом. То есть, у нас в этом окне 3 ящика с починкой стоят. Далее, у нас идет окно с электрическими печками и нелутаемым локером. И завершает все это дело еще одна лутовая на 4 ящика. Хоть до какого-то лута на этом этаже как минимум 2 стенки. За гаражкой у нас находится подъем выше. Но и еще у нас также за окнами стоят 2 аккумулятора. На подъеме стоят еще печка и изучающий столик. А сам третий этаж является неким подобием полу-опенкора. Здесь у вас находятся 2 полноценные лутки, само собой с натыканными гантрапами. На спальнике не обращайте внимания, я для красоты накидал. А также, помимо этого, за магазинами находятся наши нелутаемые локеры. В них можно либо самые лучшие сеты складывать, либо прятать часть ресурсов на ночь. Прикольная фишка, почему бы и нет, если есть возможность. Но даже это на этом этаже еще не все. Ведь здесь есть еще тайные ящики, которые находятся на этаже выше. Там поместилось 3 ящика, но если вы какой-то ювелир, то можно и 4 больших воткнуть. Это называется пиксель гэпа лутовая. И чтобы ее сделать, вам не нужно ничего отводить. Мы ее будем делать уже в готовом доме, я вам покажу. Также, с нашего псевдо панкура можно выйти на отстрел. Здесь находится пиксель пики, которую вы так любите. И с другой стороны сделано все то же самое. Такая же турель под подъемом, 6 печек и подъем выше. Ну а с помощью солнечной панели вы сможете регулировать, насколько сильно вы будете выглядывать из этого пика. Но это не единственный прострел, ведь отсюда вы можете контролировать практически все стороны. Неплохая такая позиция, согласитесь? Убить вас будет весьма сложно. Если пойдем дальше, то здесь у нас 2 выхода на сам отстрел, а также комбат спавн на 2 кровати. Если вас играет меньше, то вместо одной кровати можно локер поставить. И вот перед вами сам отстрел этого дома. Он у меня получился максимально юзабельным. Слепых мест под этим домом просто нет. И даже если кто-то у вас будет сидеть прям под стенами вашего дома, вы все равно сможете его зачекать с отстрела. Но и так как дом симметричный, с другой стороны у нас все то же самое. Также 2 выхода на отстрел, так сказать идентичных друг другу. И еще один основной комбат спавн. Прям напротив этого комбат спавна находится подъем еще выше. Здесь также есть солнечная панель для пиксель пика, а также прострел на саму крышу. Кстати, совсем забыл вам показать. Прям под этим же местом, где мы сейчас находимся, есть такой же прострел, но он контролирует отстрелочный этаж. Не мог не акцентировать на этом ваше внимание, вдруг вы не увидели. Далее мы поднимаемся на самую верхнюю часть этого дома. Здесь у нас такие окошки и выходы на две стороны крыши. Они полностью одинаковые, я вам покажу один. Самое главное, что здесь стоит турель за тремя сетками, а также между крыш есть такие прорези, благодаря которым вы будете с комфортом перестреливаться, находясь на крыше. Ну и само собой, здесь же находится коптерная. Про нее я вам говорил в самом начале. Еще компьютерную станцию здесь поставил, чтобы вы на камерах могли зачекать, что вам там надо, и полететь по своим делам. Оставшиеся два квадрата я занял кроватями. Но даже это на самом деле еще не все, ведь здесь у вас находятся еще три ящика. Это уже вторая нычка в этом доме. Одна находится внизу, вторая повыше. И самое главное, что это вообще строится уже по сути в самом конце строительства. То есть вам не нужно будет в начале никаких фундаментов там отводить и так далее. Я вам покажу как это делается, это прям гениально просто называется. Ну и теперь давайте спустимся вниз, для того, чтобы я вам показал мейн этого дома. До мейна минимум три стенки, до шкафа местами четыре. Спуск на первый этаж защищает железный бункер. И для его работы ему нужен высокий МВКшный фундамент. И вы скажете, good joint, но вот же оно, слабое место. Смею вас уверить, это не так. Вы посмотрите, сколько стенок до этого места. А это ведь еще нужно со стороной угадать, а дом полностью симметричный. Это 50 на 50. Да и честно говоря, если вам будут рейдить именно в этот МВК фундамент, то как раз четыре стенки до шкафа и получится. Чтобы открыть этот бункер, вам нужно встать на спальнике внутри и сломать деревянный фундамент. Как только вы это сделаете, крыша тоже сломается. Ну а пока вы находитесь в сети, выбираться на второй этаж можно таким образом. Чтобы запечатать первый этаж, вам нужно будет улучшить фундамент в дерево и поставить квадратную крышу. Саму крышу я рекомендую улучшать в металл. В МВК нет смысла, потому что потолки так и так тогда упадут. Здесь у вас находится куча спальников, куча ящиков, печки, третий верстак и сам шкаф. Его обслуживание перед вами. Также вы в любой момент можете поставить сюда МВКшную стенку и поставить два передатчика. Тем самым запечатаете ваш шкаф в МВК-кубик. А теперь, помните, я вам говорил про этот деревянный бортик на территории? Как только вы почувствуете, что вам нужны будут мультишкафы, просто сломайте его. И после этого можно строить полноценный мультишкаф к дому. И как только вы это сделаете, даже если вас зарейдят до основного шкафа на первом этаже, вас не смогут застроить, потому что им будет мешать этот самый шкафчик, который мы только что поставили. И сделать такое чудо можно с двух сторон. Это очень сильная штука, которая идет только в плюс этому дому. Похожие технологии используются в моей новой, уже 17-й приватной базе на Бусте. Это самая настоящая доу-крепость, которая оснащена не только шестью бункерами в разных частях базы, но и еще имеет три тайные ултовые, найти которые будет очень сложно. Три стенки до шкафа, потрясающий потенциал для защиты в онлайне и турели, которые местами даже находятся за пяти усетками. И всего лишь за два бакса ты получишь доступ к этому дому, а также ко всему остальному контенту, что я туда публикую. А это уже минимум 16 приватных баз на любой вкус. Ссылка на Бусте будет в описании. Подписывайся, ты не пожалеешь. Сначала вы можете откинуть абсолютно любой 2 на 2. Самое главное, чтобы он был без айрлока. И чтобы вам впоследствии было удобно строить дом, я сразу покажу будущий план фундаментов дома, чтобы вы в любой момент могли перемотать в начало и понять, как должно быть. Сама основа у нас будет из МВК. Все остальное будет железное, а высокие фундаменты улучшайте, как на видео. Важно, соломенный фундамент около высокого треугольника ни в коем случае улучшать нельзя. Это нужно для будущего бункера. И теперь начинаем строить стартовую кибитку. Она у вас будет из трех квадратов. Я буду улучшать сразу конечный вариант. Вы же можете поначалу делать все из камня. Чтобы всем было удобно пользоваться, ставьте шкаф так, как это делаю я на видео. Свет я добавляю для вашего удобства. Я думаю, все присутствующие здесь знают, что такое 2 на 2. И говорить о том, насколько это вместительная кибитка, я думаю, не стоит. Снаружи все это выглядит именно так. Но если мы пройдемся глазами игрока, то здесь сразу будет понятно, что всем удобно пользоваться. Но если нужна будет большая защита, то ставьте еще двери. Но я рекомендую как можно раньше сделать выход уже на второй этаж этого дома. И здесь застраивайте так, как это делаю я на видео. Накосящить на этом этапе будет весьма обидно. Изнутри подъем лучше всего сделать либо через печки, либо через такую лестницу. Когда будете застраивать уже верхнюю часть подъема, не забудьте добавить потолок посередине стены. Если вы отложите это на потом, то впоследствии его будет весьма проблематично ставить. Пока что здесь все улучшаем в металл. А я напомню, что на проекте Раструм открылся новый лоупоп сервер, который зайдет тем, кто не полюбил выживание на 600 слотовых серверах. Раструм это проект классических и полуклассических серверов, на котором модераторы работают 24 на 7. Они спасут вас от читеров. Но они спасут вас, если вы вовремя не застроите свой бункер. Поэтому прямо сейчас я вам покажу, как это сделать. У нас есть сервера как с донатом, так и без него. И плюс у нас доступны абсолютно все DLC бесплатно. Если вы этим воспользуетесь, даже ваш бункер через стену видно не будет. Со всеми крутыми фишками проекта вы можете ознакомиться в наших соцсетях. А мой промокод goroom даст приятную скидку в магазине. Уже завтра я зайду играть на лоупоп сервер. И буду тестировать этот самый дом, который сейчас строю. Если ты хочешь поиграть со мной, то заходи в описание, вводи мой промокод и играй вместе со мной. Завтра и увидимся. А тем временем мы уже закончили строительство нашего стартового отстрела. У вас здесь будет не только выход на третий этаж, но еще и отстрел во все стороны. Вы можете хоть до конца вайпа в этой кибитке играть. Но я бы все же вам рекомендовал постепенно расширяться. Стартовый отстрел в такой кибитке это конечно круто и удобно, но защита ресурсов на данном этапе страдает, сами видите. Печку на втором этаже я не зря поставил. С помощью нее и будет реализован подъем на третий этаж. Сейчас ваша база должна выглядеть именно так. И теперь давайте застроим грамотно третий этаж. Это самое важное в этом доме. Если у вас что-то не получится, обязательно посмотрите этот эпизод видео еще раз. Потому что сейчас мы будем строить нашу заготовку для пиксельных ящиков, которые у нас в потолке. Здесь самую важную роль играет последовательность. Смотрите, я ставлю потолок, потом добавляю стабильность, ставлю пол таким образом. Далее я добавляю треугольник сверху. Но теперь у этого треугольника мало стабильности, я ее добавляю. Далее продолжаю ставить треугольники сверху. И в итоге мы должны поставить квадратный потолок вот к нашему последнему треугольному потолку. Если вы сделаете все так, как сделал я на видео, у вас точно все получится. По итогу через эту щель между двумя потолками вы должны увидеть небо. Если у вас прям совсем не будет получаться, то всегда можете обратиться в мой дискорд. Я или моя команда помощников обязательно поможет. Да и вообще, нас там 12 тысяч человек так-то. Там можно даже тиммейта найти и заставить его этот дом строить. Но это конечно что-то из области фантастики. Весь этот этаж улучшаем в металл. Фреймы для дверей можно уже оставлять каменные. Ну и само собой ставьте в них двери. Теперь когда заготовка под пиксель гэп у вас готова, можно уже все ресурсы тратить на защиту вашего дома. Смотрите, вот ваш вход в дом. Идем направо. И отсюда мы начинаем все застраивать так, как должно быть. Справа закрываем стенками высотой в два этажа. Слева в один этаж. И там делаем лутовую. Теперь мы переходим к передней части дома. Здесь мы делаем заготовку для нашего будущего локера. Потом полностью закрываем его стенками. И снизу тоже стенки в один этаж. Далее мы снова идем левее. Здесь я чихнул, простите. Снизу сплошные стенки в один этаж. Далее справа лутовая, слева аккумулятор. Закрываем все это дело стенками и идем левее. Здесь на самом деле без приколов просто можно тупо закрыть все стенками. Видали, как я слово буферки избегал? Подъем временно можно реализовать через квадратную крышу. И теперь смотрите. Здесь у нас бункер. Справа у нас лутовая на четыре больших ящика. Здесь у нас заготовка под будущий локер. Понятное дело у нас его пока нет. А здесь у нас находится место с аккумуляторами. Я смотрю в завтрашний день, я специально аккумулятор не поставил, чтобы показать вам, что его можно поставить прямо изнутри. То есть прям реально, подходите и ставите. Сделать это можно на абсолютно любом этапе вашего выживания. Но сейчас конкретно меня не устраивает, что досюда у нас всего одна дверь. И я решаю эту проблему прямо сейчас. Первые два фрейма это у нас аирлок, а на выход у нас двойная дверь. Для временного использования это конечно подойдет. Но будь я на вашем месте, я бы сразу начал делать уже основной вход в дом. Именно это я сейчас и буду делать. Здесь у нас также вход будет через аирлок. Посередине будет окошко, чтобы контролировать ситуацию перед домом. А в дальнем углу от входа будет подъем уже выше. Здесь смотрите по ситуации, что во что улучшать. Но здесь лучше делать так, как это делаю я. Потому что я все эти нюансики по уму продумал. Когда будете второй этаж здесь застраивать, не забудьте, что у нас здесь еще должно быть место для одного локера. Если он вам, допустим, здесь не нужен, то можно и большой аккумулятор еще один воткнуть. Там мало ли вам нужно будет еще какие-нибудь там светильники запитать или электрические печки. Я думаю, суть вы поняли. Двери ставьте так, чтобы они открывались друг на друга. И теперь, когда ваш основной вход в дом готов, снаружи все должно выглядеть именно так. Теперь прямо отсюда мы идем в заднюю часть дома. Видите этот высокий железный фундамент? Нам его нужно укрепить. Если будут лишние ресурсы, можно, кстати, в МВК его апнуть. 25 МВК будет стоить. И с другой стороны дома мы делаем абсолютно такой же вход в дом. Но только здесь у нас входа не будет, как вы помните. Это фейковый вход. Поэтому здесь, кроме кровати, ничего не будет размещаться. Вот такие вот хитрости. Снаружи все это выглядит именно так. И теперь смотрите, на все наши пустые фундаменты мы устанавливаем красные буферки высотой в один этаж. А на единственный каменный фундамент с каждой стороны мы просто делаем две одиночные двери. В принципе, ничего сложного. Надеюсь, понятно. Теперь до лута по первому этажу уже три стенки. Далее смотрите, вот одна сторона, вот вторая сторона. И мы начинаем застраивать выход на четвертый этаж. Именно эти боковые стенки по возможности улучшайте в МВК. Все остальное здесь можно будет сделать железное. В будущем именно под этим подъемом у вас и будет стоять турель. Но обратите внимание, как такового пиксель пика у вас пока что не будет. Он появится, когда мы уже дом построим. Короче, уже очень скоро, не переживайте. Гаражки, понятное дело, пока что нет, поэтому выход через двойную дверь. А в этом треугольничке потом будут стоять шесть электрических печек. Смотрите, мы сделали с вами всего лишь одну сторону. Но и так как дом полностью симметричный, с другой стороны мы делаем абсолютно все то же самое. Лично мне, когда я снимаю гайд, кажется все максимально понятно. Надеюсь, вам тоже. Далее смотрите, вот один выход, вот второй. И здесь важно построить все так, как это делаю я на видео. Мы должны один потолок поставить к одной стенке и второй потолок к другой. Обязательно проверьте, чтобы между ними у вас тоже было видно небо. Как видите, у меня все получилось, поэтому я начинаю все здесь застраивать. И уже на этом этапе можно размещать здесь вот эти пиксели ящики. Я показываю самую простенькую расстановку. Но если вы умеете играться с расстановкой ящиков, то здесь можно поставить и четыре. Я стараюсь показывать то, что доступно всем. Здесь, конечно же, должно быть все в металле. Но если что, в МВК тоже все будет работать. Снаружи все выглядит именно так. Далее у нас еще один важный момент. Над квадратной буферкой с каждой стороны мы должны поставить такой проем. И улучшить его как минимум в камень, а желательно в металл. Без него вы отстрел не сможете построить. Поэтому не забудьте про это. Далее на все наши треугольные красные буферки мы ставим еще один слой стен. Я их окрашиваю в белый цвет, чтобы вам сразу было понятно, что и где я ставлю. Дом у нас как бы да, симметричный, поэтому делаем мы это с двух сторон. Далее на единственную, красную, не застроенную буферку мы устанавливаем квадратную крышу. Делаем тоже со всех сторон, должно получиться четыре штуки. Она нужна не только для того, чтобы защиту повысить, но с ней и отстрелом будет приятнее пользоваться. Теперь снова идем на четвертый этаж и начинаем его застраивать. Вот помните, у нас здесь еще пиксель ящики стоят. Здесь мы просто сплошняком ставим стенки железные. И накрываем все это дело потолками, тоже улучшаем в металл. А вот далее мы начинаем застраивать уже наши комбо-спавны в этом доме. Это две основные комбо-терки, поэтому о их комплекции лучше позаботиться заранее. Напомню, всего у вас здесь будет четыре кровати. И когда вы их построите, можно сказать, четвертый этаж вы практически сделали. Но осталось только отстрел накинуть. Смотрите, сейчас я вам покажу, как его строить, используя полет. Но когда я буду строить с другой стороны, я уже смогу ускорить это дело. А значит, как раз таки там я и покажу, как строить все это дело без полета. Весь отстрел тоже по возможности улучшаем в металл, потому что если вас начнут рейдить, отстрел должен остаться стоять. Потолками сверху закрываем так, чтобы щелей никаких не было нигде. А вот снизу, наоборот, закрываем потолками так, чтобы эти щели как раз таки появились. Я прям капитан очевидность. Потолки здесь тоже улучшайте, чтобы вам их не выдолбили, а то на отстрел можно будет пробраться. Через эти щели, кстати, которые у нас на отстреле есть, в отстрел никак нельзя попасть. Так что на этот счет не переживайте. И вот мы с вами закончили одну сторону отстрела. С другой стороны у нас все то же самое, и посмотрите, я строю эту сторону без использования полета. И все у меня прекрасно получается, а значит будет получаться и у вас. Думаю, понятно показал, проблем возникнуть не должно. Далее смотрите, вот одна сторона отстрела, вот вторая сторона. И нам нужно сделать выход на пятый этаж. Сейчас я буду показывать его застройку, здесь в принципе ничего сложного нету. Самое главное, окна везде должны стоять, а так в целом все легко. Но и выход, само собой, через двойную дверь. Здесь уже можно закрывать все потолками. С другой стороны, понятное дело, все то же самое. Можно даже ускорить этот момент, с вашего позволения. Вроде и так все предельно просто. Когда выход на пятый этаж у вас сделан, дом выглядит именно так. И теперь мы застраиваем самую крышу этого дома. Здесь у нас обязательно выход на две стороны крыши. А по центру устанавливаем два оконных проема. Металл здесь тратить бессмысленно, поэтому можно уже в камень все делать. С другой стороны мы делаем все то же самое. По сути, эти пристройки нужны только для дополнительной защиты. Потому что внизу у нас по сути одни гаражки. А гаражки, как вы знаете, имеют свойство быть всегда открытыми. А теперь по центру между нашими пристройками у нас будет еще одна постройка. Сначала мы должны найти, где у нас находятся пиксель-ящики. Вот именно прямо над ними и будет располагаться проем для двойной двери. Сами эти потолки лучше в МВК опыть. Далее по окантовке 2х2 везде ставим оконные проемы. Но где их еще нет, имеется в виду. Здесь тоже нет смысла в металл улучшать, поэтому оставляйте все в камне. Сверху накрываем все квадратными крышами. Здесь в принципе аналогично, тоже улучшаем все в камень. Еще один очень важный момент. Вам нужно разделить коптерную и вашу комбатерку, которая у вас здесь будет. Сделать это можно вот этими двумя стенками. И теперь просто вставляем недостающие окна и двойную дверь на выход. Понятное дело, когда появится гаражка, нужно будет поставить ее. Прямо по центру нашего дома устанавливаем треугольную крышу. Во всех остальных местах просто ставим квадратную. Только в таком случае у вас появятся такие же прорези, как у меня. Мне они достаточно сильно нравятся, я советую делать так же. Если что, с дефолтным камнем все будет то же самое. Но и так как дом полностью симметричный, с другой стороны крыши делаем то же самое. Теперь давайте займемся нашим пиксельпиком. Я буду его строить, используя полет. У нас дом симметричный, и когда я буду строить с другой стороны, я не буду использовать полет. Так как этот пиксельпик никакой особой защиты нам не дает, его можно с концами оставлять в камне или даже местами в дереве. Для большей анонимности я рекомендую поставить такие квадратные баррикады. Еще помимо этого пиксельпика, вся эта пристройка нужна для турели, которая у нас будет на крыше. Но чтобы место для турели построить правильно, нужно соблюдать ту последовательность, как это делаю я на видео. Вы сначала должны поставить деревянную крышу, как я. И только в этом случае у вас вот эти фреймы деревянные встанут везде, как у меня. И уже потом вы сможете все это дело закрыть сетками. Сверху на это дело ставьте ветряк. И смотрите, одну сторону мы сделали, и с другой стороны все аналогично. И смотрите, я не использую полет, а значит в выживании у вас точно все получится. И теперь, когда ваш дом полностью готов, мы начинаем делать внешнюю территорию. Я предлагаю делать ее отсюда, потому что именно в этом месте в будущем будет стоять турель. И она будет стрелять во всех, кто будет у вас под домом. Если вы ее туда поставите, конечно же. В металл это дело можно даже не улучшать, потому что по сути вся эта пристройка только для туреля и компаунда. Еще сюда нужно будет поставить сетки. Для сеток фреймы можно уже улучшать в дерево, но чтоб лишние резы не тратить. Я напомню, дом у нас полностью симметричный, и с другой стороны мы делаем то же самое. Но только на скорости x10. И теперь, когда у вас вот эти боковушки готовы, мы делаем самую главную пристройку к территории. Оставляйте только те фундаменты, которые оставляю я на видео. То есть никаких таких лишних фундаментов быть не должно. Так как это особой защиты дома не дает, это все можно оставлять в камне. И теперь застраивайте так, как это делаю я на видео. Это и будет ваш отстрел на дальние расстояния. Ну, внизу территории. Почему на дальние? Потому что здесь можно стрелять сидя, а я сидя стрелять люблю. Теперь смотрите, вот мы с вами построили отстрел по центру. И вот именно по бокам нашего отстрела у нас и будет осуществляться вход на территорию. На каждую сторону вам понадобятся две сетчатые двери и две одиночные. Старался все это дело удешевить как можно сильнее. Дешевле, ну, просто не получится. Турелька, напомню, стоит здесь. И еще важный момент, у вас вся эта постройка будет гнить. Чтобы она у вас смогла получать питание от дома, ее нужно соединить таким бортиком. Сделать это нужно обязательно. Ну и уже в десят раз повторяю, дом у нас полностью симметричный, и с другой стороны мы делаем то же самое. Даже про бортик с этой стороны тоже нельзя забывать. И теперь давайте представим, вы украли у какого-то клана строчку серы, допустим. Теперь вам нужно любыми способами защищать свой дом. Самым верным решением будет постановка мультишкафа. Видели, он у меня не ставился. Я ломаю любыми доступными способами этот бортик, и теперь шкаф у меня встает на свое законное место. И теперь вся эта постройка питается как раз таки от него. А ваш дом как раз таки стал дешевле в обслуживании. Вот такие интересные механики. Теперь самая ответственная часть в строительстве компаунда. Вам нужно правильно поставить стенки. Сперва вы должны нащупать самое ближнее расположение стенки к дому. Далее должны максимально отойти вправо, чтобы слева не было щели. И если вы все сделали так же как у меня на видео, то логично, что у вас получится все так же как у меня на видео. Но и так как дом у нас ни разу не симметричный, с других сторон мы вообще делаем не то же самое. Примерно как-то так, да? Всего этому дому понадобится 8 высоких стенок. Я использую деревянные, потому что это красиво, но если что, каменные тоже можно использовать. Теперь мы взглядом находим наши косые крыши на втором этаже. Под каждой такой косой крышей нам нужно поставить маленькую треугольную буферку железную. Вы спросите, good joint, зачем это делать? Но на самом деле все просто. Таким действием мы закрываем единственный высокий фундамент в этом доме. И снаружи никак нельзя будет понять, где находится бункер. Да и есть ли он вообще. Именно поэтому, чтобы скрыть один высокий фундамент, мы ставим эти буферки маленькие со всех четырех сторон. Вот такие хитрости. А теперь будет гайд по расположению колючек в этом доме. Сначала ставим вспомогательные треугольнички. Потом ставим баррикады и далее треугольнички можно снести. На доме, там где я поставил, тоже обязательно должна баррикада стоять. Там где у нас вход в дом, делаем абсолютно все то же самое. Тоже сносим потолочки и все у нас остается висеть. И теперь, когда, казалось бы, дом практически готов, давайте я вам покажу установку нелутаемого локера. Смотрите, с этой стороны у нас выход на отстрел. С другой стороны у нас тоже выход на отстрел. И далее начинаем застраивать так, как это делаю я на видео. Сами локеры лучше поставить до того момента, как вы воткнете вот эти проемы для одиночных дверей. Они потом могут не встать. Берем магазин, разворачиваем и лутаемой стороной к себе и максимально близко к локеру. Как только видите, что магазин спокойно ходит влево-вправо, тянем влево и устанавливаем. Делаем это делом из двух сторон. Если что, дверь можно поставить даже уже когда магазин стоит. И смотрите, мне часто пишут, что вы ставите магазин, а потом то, что находится за магазином, у вас не получается лутать. Типа магазин хочет всегда вертеться. Чтобы он не вертелся, просто положите в него что-нибудь. Когда в нем что-то есть, его вертеть нельзя. И по центру между двумя магазинами максимально круто встает второй верстак. Заодно, кстати, проверим как пиксель работает. Помните, мы с вами сделали заготовку для неултаемого локера? Это конечно можно было сделать раньше, но мы делаем это именно сейчас. Если что, его можно поставить прямо отсюда. И не забудьте его потолком накрыть. Вот такой вот получился домик. Я выражаю отдельную благодарность моим золотым подписчикам. А также всем остальным, кто поддерживает меня на бусте. Спасибо, вы очень мотивируете меня делать то, что я делаю. Подписывайся, ставь лайк и чекай другие мои ролики. Ну а я пошел придумывать новый дом. Субтитры делал DimaTorzok